В отставку в Ивановской коррекционной школе номер 3 внезапно, прямо перед самыми экзаменами, сняли с должности директора. В среду утром педагоги увидели пустой кабинет и забили тревогу. Позже узнали. Наталья Смирнова, которая проработала в школе 19 лет, уволена. Почему? Неизвестно. Начался учебный год с того, что Наталья Львовна, директор нашей школы, сообщила о том, что ждет нас множество проверок. Проверки проходили и в ноябре, и в январе. Тут периодически они сменяли друг друга. Приходили, одни документы посмотрели, другие документы. Как, со слов Натальи Львовны, финансовая проверка прошла с двумя замечаниями для школ. Такого плана это замечательный результат. По итогам проверок действительно ничего криминального не выявили. Но, тем не менее, директора на месте теперь нет. Педагоги недоумевают, почему опытного руководителя просто взяли и выставили за дверь. Как теперь работать даже не представляют. Потому что наша Наталья Львовна, она приходила на работу раньше всех. Она уходила с работы позже всех. Она выполняла такой объем работы, которым не подсильно выполнить бы нескольким людям. Она все брала на себя. Я не представляю, как будет существовать наша школа без этого человека. Потому что вот сегодня ее нет на работе. И даже мелкие какие-то проблемы, какие-то ситуации невозможно без нее решить. Потому что она их решала в мгновение ока. Новость об увольнении распространилась как лесной пожар. Подписать письмо в поддержку директора вызвалась целая толпа. Учителя, сотрудники школы, родители. Все они уверены, такая отставка за две недели до решающих контрольных экзаменов ни к чему хорошему не приведет. Должны заботиться о детях в первую очередь. Потому что школа коррекционная, она необычная. Тут дети с особенной психологией, с особенностями двигательного аппарата. И так делать, не думав, что впереди экзамены у людей, впереди контрольные работы. Что это все сказывается на... Ну, в первую очередь о детях нужно думать. А они, значит, об этом не думают, занимают там такие посты. Руководитель департамента образования о своем решении приехала сообщить лично. Ольга Антонова объявила, контракт с директором был расторгнут. Конкретных причин не назвала, но пояснила. Теперь школа должна развиваться по-новому. К сожалению, с руководителем вашим мы не нашли понимания в перспективах развития учреждения. Полагаем, что сейчас некий переходный период, когда нужно и нам, как учредителям, еще поработать, и педагогическому коллективу, и, естественно, новой административной команде. Никакие подписи теперь не помогут исполняющей обязанности директора, к удивлению присутствующих, назначили завхоза. Нового руководителя школы определят позднее по результатам конкурса. Но с Натальей Львовной за это время было несколько разговоров. Извините, если хотите, даже шанс какого-то диалога на понимание, что мы еще можем дальше работать. Нет этого диалога. И мне хочется, чтобы учебный год мы закончили с вами, с коллективом. В знак солидарности заявление об увольнении написала ЗАОЧ образовательного учреждения. Поясняет, работать лучше нельзя, а хуже не хочется. Остальные пока остаются на местах. Родную школу и детей до окончания учебного года точно не бросят. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин